Учителя, какие самые грустные слова вы слышали от своего ученика? У меня был препод в колледже, он преподавал психологию на четвертом курсе. Он спросил, у кого есть лучший, лучшая друг, подруга. Все подняли руки, кроме меня. Он спросил, как так-то, почему? Я ему просто ответил. Он умер после выпускного школы. Когда закончилась пара, он попросил меня посидеть после этой пары на 10 минут, чтобы провести беседу, так как растрогало его. Иногда общаюсь с преподом в соцсетях, хотя я закончил колледж. Меня очень полюбила учительница младших классов. У нее была дочь на 2 года младше меня. Я постоянно носила ей кассеты, так как они жили бедно. Это был хоть какой-то шанс посмотреть мультики для нее. А позже я подарила ей свою старую Дэнди. Мне купили Соньку первую. В 8 классе у меня начались дикие приступы мигрени, которые сопровождались рвотой и потерей сознания, и меня положили в больницу. Там же у меня обнаружили доброкачественную опухоль, которую нужно было удалять. Я лежала в больнице почти полгода. За это время она ко мне приехала около 10 раз. Первые два раза она приезжала и плакала, и радовалась, что я в итоге осталась жива. Потому что когда ей родители сказали, что у меня опухоль, она сильно заплакала, подумала, что у меня рак. В итоге все обошлось, и она после уроков подтягивала меня по пропущенным предметам. Но такой заботы от учителя я никогда не ожидала. Спасибо, Наталья Владимировна. Я живу в Чехии. По чешским законам, если в классе есть несколько иностранцев, то школа обязана нанять ассистента учителю, и моя мать, прежде чем стать учительницей, работала именно таким ассистентом. Самые запоминающиеся истории. Первое. Девочка первую неделю после приезда из Вьетнама постоянно рисовала контейнер. Оказалось, что в этом контейнере она вместе со своей матерью в Чехию и приехали. Второе. Еще одна девочка из Вьетнама рассказывала всем, что ее деревня жила на уровне средневековья. Без электричества, машин и поля они пахали на быках. И, естественно, ей никто не верил до тех пор, пока она не принесла в школу фотографию из Вьетнама. Третье. Мама занималась с одним иммигрантом, украинцем, дистанционными занятиями. Они играли в игру, где преподаватель должен был сказать что-то вроде «Кто ушастый?», а ребенок должен был ответить «Заяц». Так вот, когда мама спросила, кто злой, мальчик без промедления ответил «Папа». Я думаю, веселая у него была дома обстановка. Моя студентка на парах отвечала на звонок по мобильному и клала трубку просто рядом на парту. Все это время ее парень прослушивал, чем она занимается. После пары я поговорил с ней и ее подругами. Они грустно сообщили, что это часто происходит. Он контролировал ее буквально всегда. Один раз она пришла с фингалами. У нас на французском нужно было придумать текст о том, как мы празднуем что-то в семье. Я в свой текст добавил предложение «У меня в семье каждый день как праздник, потому что очень каждый день пьет». Учительница офигела и сказала, что произношение было так себе. Но из-за таких подробностей ей стало меня жаль, и она поставила мне девятку вместо восьмерки. Я сидел на паре, как вдруг мне начала звонить мама. Я попросил у препода разрешения, чтобы выйти и ответить. Так как мама знала мое расписание и знала, что я на паре, на что препод сказал «Неужто умер кто-то, подожди звонка». На перерывы я перезвонил маме, оказалось, что умер мой дедушка. Я вернулся в аудиторию, забрал вещи и ушел. Был у нас в четвертом классе Потс из Киргизии. Он очень плохо говорил на русском. Многие из класса с ним не могли общаться, так как просто не понимали, а учительница ему еле-еле вытягивала тройки в четвертях. Короче, однажды нам задали проект на тему «Биография моей жизни за 10 лет». Или типа «Чего я достиг своему первому крупному юбилею?». Нам тогда как раз всем было 10. Очередь дошла до этого Потса, он сделал презентацию и написал хороший текст при помощи переводчика. Мы узнали, что чувак был у себя на родине спортсменом, имел кучу наград, он показал нам фото своего кубка. Еще у него было там много друзей. Он показал фото своей компашки. И что нас всех довело, он показал нам фото своей собаки, которую он назвал своим лучшим другом. В конце презентации он написал на последнем слайде «Это все, чего я достиг 9 годам и потерял к 10, так как после потери работы моего отца нам пришлось уехать на заработки». Один одноклассник сказал, мол, выучи язык, плюс мы тебе поможем с этим, и тогда у тебя опять будет компания и запишись в кружок, там ты тоже найдешь много друзей и станешь великим спортсменом. У тебя есть все шансы реализовать себя. Все его поддержали, а Потс грустно смотрел в пол. После небольшого молчания он сказал, спасибо, но боюсь, что веселая часть меня и вся моя веселая жизнь осталась там. Здесь я буду всегда чужим, со мной если и будут общаться, то только из-за жалости. Все молчали, учительница начала плакать. Для нас в том возрасте вся эта ситуация произвела огромное впечатление. Потом этот чел перевелся в другую школу, его судьба для нас остается тайной. Но я верю, что он все же смог пережиться в России и не сломился. Мой учитель с физкультурой долгое время жаловался на то, что у меня нет формы, из-за чего я сидел весь урок на лавочке. Однако, когда я сказал, что у мамы нет денег на кроссовки, он закрыл рот, подумал с пару минут и разрешил мне заниматься в спортзале в носках. Весь тот год на физкультуру я ходил в двух парах носков, потому что мама никак не могла купить мне кроссовки. На деле это было достаточно удобно и другие дети тоже так хотели. Однако, учитель не разрешил большинству. Теперь это тот учитель, которому я могу спокойно сказать нет денег и он поймет и найдет какой-то выход. Первое. Когда у меня началась жуткая депрессия из-за того, что я потеряла близкого человека, меня в колледже поддержала только преподаватель по психологии. Ей было не все равно, она зашла в туалет на паре, просто спросить, что случилось. Когда меня успокаивала подруга, она попросила ее уйти и болтала со мной до самого звонка. Около получаса, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Я не была самой лучшей по ее предмету, но она все равно меня поддержала. Спасибо, Маргарита Михайловна, вы лучший педагог для меня. Второе. Я выбила пособие по питанию для девочки из моего класса, которая явно донашивала одежду за старшими сестрами. Однажды заметила на уроке у ученицы розоватые шрамы на руке, попросила ее подойти ко мне после урока, и она мне рассказала, что ее отец настоящий абьюзер и тиран. Слава богу, мама увела ее оттуда и у девочки сейчас все хорошо. Также был случай, когда классная руководительница в конце каждого семестра подходила ко мне с просьбой поставить по моему предмету одному ученику пятерку, потому что он один из отличников, хотя мой предмет он знал еле на четверку. В первый семестре я поставила ему пятерку, во второй раз мне это надоело, и я поставила ему заслуженную оценку. Потом от психологини я узнала, и позже сам мальчик мне рассказал, что мать у него жертва домашнего насилия, и к тому же алкоголичка, но требует от сына одни пятерки и давит на него этим. Единственным спасением из этого дурдома для него футбол. И рассказал он мне это совсем не для того, чтобы я сжалилась. Он поделился чем-то очень тяжелым для него. Мое сердце тогда разбилось. Преподавать свой предмет совсем нетрудно, тяжело переживать за своих учеников. Что-то похожее произошло со мной. Я была в классе шестом-седьмом, когда оставаясь после урока, чтобы вытереть доску, начала о чем-то разговаривать с учительницей. Она знала, что я живу с дедушкой и бабушкой, мать в соседнем городе, а отца нет. Она сказала что-то вроде, «Я не представляю, как так? Я бы не смогла жить без своей дочери». Ей было на тот момент лет пять-шесть. Я только улыбнулась и ничего не ответила. Но правда в том, что в детстве я тяжело переносила разлуку с мамой. Каждый раз сильно плакала до опустошения. Люта ненавидела мужчину, которому она уезжает. Хотя мужик хороший. И так далее. Сейчас, конечно, я об этом не парюсь, но тогда во мне еще жили отголоски обид на мать. С тех пор я плохо отношусь к этой учительнице, хотя есть и другие причины, но началом неприязни скорее всего послужил тот инцидент. Скорее всего, я была той ученицей и студенткой. У моей бабушки деменция. И поначалу я просто не могла ни поговорить, не получить совета, поддержки. Так что в школе мне казалось, что учителя обо мне проявляли больше заботы. Была учительница, которая меня сначала журила, что я так поздно пошла готовиться к ЕГЭ по ее предмету, а потом поверила в меня. И еще она всегда чем-нибудь кормила меня, когда я задерживалась в школе. А в институте я в какой-то период времени стала пропускать по одному предмету много пар, так как уже надо было приносить еду и таблетки бабуля, а еще закрывать все двери за маленький промежуток времени. Если я ее упускала, то потом были скандалы, да и уже физически выгнать ее из ванной или кухни было сложно. Выключать воду, что уж говорит за опасения о газе. Моих знаний не хватило для сдачи зачета даже на пересдаче. Я уже не помню, как дошло до того, что препод меня довольно резко спросил о причине моих прогулов. Думаю, я не хотела пересдавать в следующем семестре. На что я ей прямо и сразу ответила, что у меня бабуля сумасшедшая. И причем я при одногруппнике это ответила. Надо сказать, что я от многих из своей группы скрывала наличие у меня такого родственника, а просто каждый раз после пар бежала домой. Мне она поставила зачет и после всего этого стала со мной говорить, пытаясь поддержать. А мне было стыдно, что я так сдала зачет. Мне до сих пор стыдно. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok